Привет, друзья! У нас уже настоящая весна, а значит самое время приступить к работам в саду. И сегодня я расскажу, как правильно ухаживать за летней малиной. Расскажу про обрезку, подкормку и обработку. Как правило, летнюю малину обрезают сразу после сбора урожая, либо осенью. Но многие дачники в связи с большим объемом работ на участке иногда эту процедуру не успевают выполнить и переносят все эти работы на весну. Но это не проблема. Можно сделать обрезку и весной. Значит, что нужно сделать в первую очередь? Нужно удалить старые сухие побеги. Они уже малине не нужны. С них никакого урожая не будет. Они лишь служат источником распространения различных заболеваний и вредителей. Поэтому старые сухие побеги мы удаляем. Также удаляются все слабые, тонкие, загущающие побеги. Они большого урожая не дадут, но будут отнимать у куста много сил и питания, а также загущать посадки, что может привести к распространению различных заболеваний, в том числе дидимеллы. Далее нужно обратить внимание на здоровье побегов. Иногда на побегах, особенно внизу побега, можно увидеть небольшие утолщения, вздутия. Это галы, и там живет вредитель. И такие побеги, как правило, засыхают именно в период созревания урожая. Их также нужно удалить, вынести за пределы участка и обязательно сжечь. Никуда в компост нельзя бросать, потому что это источник распространения вредителей. Далее, когда у нас малина обрезана на квадратный метр малинника, малина – это та культура, которая обычно кустом не растет. Она распространяется корневой порослью и формирует такие сплошные заросли. Так вот, в таких зарослях она не должна расти. Должен быть простор, чтобы было в достатке питания, в достатке света, чтобы малина полноценно развивалась, давала хороший урожай. Поэтому на один квадратный метр стоит оставлять 8-10 побегов. Этого достаточно для нормального урожая. Оставляем только самые толстые, самые сильные побеги. Далее, когда мы произвели обрезку, еще обратите внимание на верхушечки. Иногда верхушка побега подмерзает зимой. Она тоненькая, и в принципе, она нашей малине не так уж и нужна. Поэтому верхушки желательно укоротить на сантиметров 20-30, в зависимости от высоты малины, которая у вас растет. В этом случае, когда мы срезаем верхушку, происходит лучший активный рост боковых ответвлений на побегах. И, естественно, урожай получается более стабильный, более освещенный солнцем, а значит, ягодка быстрее созревает. Следующая процедура – это уборка опавшей листвы и различных сорняков. Листва у малины может и перепреть под кустарниками. Но дело в том, что в листве на зиму прячутся многие вредители. Не только малины, но и вообще плодового сада. А также на листьях могут присутствовать различные болезнетворные споры, которые в дальнейшем будут поражать новые побеги малины. Поэтому листву желательно также убрать и сжечь. Можно, кстати, листву забросить, в принципе, и в компост. Если вы применяете различные биопрепараты на основе той же триходермы, проливаете компост, то триходерма эти листья переработает вместе с этими болезнетворными спорами. Никакой угрозы для огорода уже не будет. Далее – сорняки. Что касается сорняков. Сорняки очень тяжело с малины летней выпалывать. И, к сожалению, выкапывать лопатой их нельзя. Потому что у малины поверхностная корневая система. И мы повредим все эти корни, и побеги начнут засыхать. Поэтому следует только проводить легкое рыхление. И при возможности основную массу этих корней, которые на поверхности находятся, выбирать. По-другому – ну никак. Лучше малину все-таки летнюю не запускать, не доводить до таких ситуаций, чтобы она зарастала сорняками летом, периодически полоть. Далее. Когда все прополото, обрезано, нужно выполнить обработку. Весной для профилактики заболеваний в сезон нужно обязательно малину обработать медсодержащими препаратами. Именно ранней весной они лучше всего работают при невысоких положительных температурах. Не нужно бояться, что ночью еще заморозки. Даже если ночью температура опустится до минус 5-7-10, но если днем есть уже стабильно хотя бы плюс 3 градуса тепла, можно малину обработать бордосской жидкостью. Причем обрабатывать сильным раствором, трехпроцентным. Либо обработать препаратом азофос. Это также фунгицид медсодержащий, и он отлично справляется с различными фитопатогенами. Значит, почему именно бордосской жидкостью, либо азофосом? Дело в том, что в этих фунгицидах есть меднокупорос и есть известь. И благодаря известью раствор очень долго держится на побегах, не смывается дождями. Вплоть до конца мая, до июня месяца этот раствор не будет смываться дождями. Но тем не менее, в побеги он не проникает, не проникает в урожай. Это контактные фунгициды. Они безопасны для урожая. Что касается системных препаратов, многие огородники стараются работать с системными препаратами. Но системные препараты, например, такие как скор, они работают по листьям. Впитываются в растения через листья и надолго защищают растения от различных возбудителей заболеваний. Но сейчас у нас листьев нет, поэтому системные препараты для обработки, к сожалению, ранней весной не годятся. То же самое касается и биологических препаратов. Биологические препараты весной не работают, потому что сейчас низкие температуры. А любой биопрепарат, будь то триходерма, либо синая палочка, они работают при стабильных положительных температурах, когда нет ночью морозов. Ими лучше обрабатывать малину в сезон вегетации, когда есть уже листья. Значит, что касается еще азофоса, то азофос по инструкции, если его прочитать, принято использовать в однопроцентном растворе по листьям. Но ранней весной концентрацию можно увеличить. Спокойно берите 300 мл, даже 400 мл на 10 л воды. Разводите и обрабатывайте побеги малины. Естественно, обработку нужно проводить в сухую, безветренную погоду. Далее, когда малина у нас обработана, нужно приступить к подкормкам. Если вы свою малину щедро замульчировали в осенний период перепревшим компостом, либо навозом, ранней весной вы вообще можете обойтись без подкормки. Из компоста, из навоза малине хватит питания практически на весь сезон. А если же вы подкормку никакую не проводили, еще не поздно весной замульчировать перепревшим компостом, либо навозом вашу малинку. Значит, на 1 квадратный метр хотя бы 10-литровая ведерочка вот этого органического удобрения. И малина будет активно весной расти. Пойдут новые побеги, активно будут листочки появляться, затем и цветы. Ну, то есть, малина будет получать в достатке питания. Далее у нас будет еще одна подкормка малины. Ну, это обычно в конце мая, в начале июня, когда малина цветет, уже формирует урожай. В этот период малину нужно подкормить удобрением с калием. Потому что калий необходим, чтобы ягода была плотной и сладкой, набирала вкус. Значит, проводим подкормку калины удобрения, например, калий магнезией. Либо можно использовать древесную залу. Хлорное удобрение. Хлористой калий использовать в период вегетации, к сожалению, нельзя. Потому что хлор угнетающе действует на растение. Если, допустим, у вас нету под рукой ни перепревшего навоза, ни перепревшего компоста, можно использовать органоминеральные удобрения, например, гранулированный птичий помет. Можно им подкормить малину. Можно использовать для подкормки и минеральные удобрения. Кто их применяет в огороде. Взять обычно комплексное удобрение и подкормить малинку. Значит, если вы подкармливаете минеральным удобрением комплексным, то вносите 50-60 грамм удобрения на квадратный метр посадок малины. Если же вы используете гранулированные удобрения, какие-то органы минеральные, то лучше соблюдайте инструкцию. Потому что нормы могут отличаться. Допустим, есть производители гранулированных удобрений на основе куриных пометок, где норма внесения 100 грамм на метр квадратный, а есть норма внесения 300 грамм на метр квадратный. Все зависит от производителей. Что касается обработки от вредителей малины. Основные вредители малины живут в почве, зимуют в почве. Это и малинный жук, и малинная муха. Поэтому смысла в обработке от вредителей по побегах никакого нет. С вредителями нужно бороться чуть попозже, когда начнется их выход из почвы. Обычно это уже начало мая. Значит, что в этот период можно применять? В этот период можно уже не использовать химию. Химией можно обрабатывать малину, например, теми же системными препаратами, уже после сбора урожая, когда нет никакой угрозы попадания и накопления этих химикатов в ягодах. А весной, вот перед светением, очень хорошо пролить посадки малины от этих вредителей, которые в почве находятся, и также уже и по листу обработать препаратом на основе баверии и метаризима. Вот у меня в руках есть защита комплексная от профит. Здесь уже есть эти два гриба – и метаризим, и баверия. Берем по инструкции 100 мл препарата на 10 л воды и проливаем посадки малины. И также по листу обрабатываем. Вот это хороший, надежный способ, причем безопасный для нашего урожая. А химию лучше отложить на потом, когда мы уже соберем урожай. Также, когда появятся листья, уже нужно бороться, делать профилактические обработки от заболеваний. Особенно важно делать профилактику, когда отрастают молодые побеги. Именно в период отрастания молодых побегов идет их заражение, поражение таким опасным заболеванием, как дидимела – пурпуровая пятнистость. Наверняка вы все видели это заболевание, когда внизу побегов появляются такие пурпурные пятна, такие серо, больше серого цвета, они начинают опоясывать стебли. На этих местах лопается кора, и затем побеги засыхают. И обычно они засыхают уже через год во время плодоношения урожая. Вот это и есть дидимела. И именно когда отрастают молодые побеги, уже нужно бороться с этим заболеванием. Не потом, когда уже появятся эти пятна на побегах, опоясывают побеги. Тогда уже поздно. Нужно заблаговременно. Когда побеги молодые отрастли примерно на сантиметров 20, уже нужно начинать обработки. Значит, чем можно обрабатывать? Можно обрабатывать, естественно, медсодержащими препаратами, но, опять же, следите, не системными, потому что у нас побеги отрастают именно в тот период, когда созревает урожай. Можно контактными работать именно по молодым побегам. Но можно, опять же, применять биопрепараты, особенно на основе сенной палочки. Вот у меня в руках биопрепараты, которые я применяю. Это гулливер, это стимул, это бактоген. Все они на основе сенной палочки. Даже по инструкции, если почитать, вот они предназначены для капусты, томата, огурца. Но на самом деле их основа синая палочка. А синая палочка способна работать по любой культуре. Не важно, это томаты, это виноград, это малина, смородина и так далее. Спокойно берите препарат на основе сенной палочки. Может быть, не этот, может быть, другие у вас есть какие-то препараты. И работайте. Ну, мне нравятся, допустим, вот такие препараты. Потому что очень такие серьезные, здесь, значит, большая концентрация спор находится, да. И эффективно все-таки они работают. Уже проверенные временем. Многие знают, что огородники ими пользуются. Поэтому и пользуюсь, в принципе, и я. Но и кроме того, обработка вот такими препаратами, значит, особенно гулливером, стимулирует еще рост малины. Потому что сенная палочка, она поселяется не только в тканях, допустим, растения, но она проникает больше к корням, в прикорневой зоне концентрируется и улучшает питание растения. Поэтому малина еще лучше и развивается, лучше усваивает питание, ну и защита от болезней. Почва у нас уже оттаяла. И сейчас самое время пересадить малину, если это нужно сделать. Посадить новые саженцы на новое место, либо вы купили в питомниках саженцы, их также уже можно высаживать. Но посмотрите, что случилось с обычной штыковой лопатой, когда пытаешься выкопать саженец малины. Вот, она сломалась. Поэтому перед тем, как копать саженцы малины, нужно приобрести качественный, надежный инструмент. Поэтому я использую лопату штыковую «Плантик». Производятся лопаты на заводе в Ленинградской области. Их свободно можно купить в России и Беларуси. «Плантик» имеет острое лезвие, которое без проблем перерубает корни. Изготовлено из стойкой, борсодержащей стали. И предназначено для работы с твердой почвой. У лопаты очень удобная ручка и черенок. Работать ей одно удовольствие. А для огорода, где почва уже окультурена, я использую другую модель «Плантик Лайт». Она очень легкая, с удобной ручкой и прочным черенком. При перекопке не устают спина и руки. Изготовлено также из прочной качественной стали. Гарантия на лопаты 3 года. Ссылку на товары мы оставим под роликом в описании. Не забудьте позаботиться о малине весной, чтобы летом собирать отличный урожай. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok